А пока в Вашингтоне идут последние приготовления к встрече Большой Двадцатки в немецком Гамбурге. С кем уже назначил встреча Дональд Трамп, о чем они будут говорить, об этом подробнее расскажет Дмитрий Анопченко. Даже несмотря на сегодняшний день независимости, когда вся страна отдыхает, в Белый дом вызвали сотрудников. Еще бы, ведь саммит уже в эту пятницу. Дональд Трамп проводит последние телефонные переговоры, обсуждает детали встречи и главные темы. Одной из них неожиданно станет энергетика, выяснило агентство Reuters. Мол, Трамп хочет поставки американского природного газа в Европу, использовать как политическое оружие. Этот разговор начнется еще до саммита в Варшаве, продолжится уже в Гамбурге. Президент США будет просить открыть европейский рынок для американских компаний. А это, в свою очередь, ослабит возможности России, которая часто использовала голубое топливо для политического давления. Если этим планом суждено сбыться, Штаты уже через три года выйдут на третье место в мире по объемам экспорта. От Трампа также ждут, что он выскажется по поводу судьбы нового газопровода, Северный поток, который через Балтику хотят дотянуть до Германии. Такой поворот событий способен серьезно изменить повестку дня переговоров Трампа с главами различных государств, в том числе с Меркель и с Путиным. Эти переговоры уже подтверждены. Хозяйка саммита поговорит с Трампом тет-а-тет накануне открытия 20-ки, вечером четверга. И первоначально двумя главными темами встречи должны были быть совместные действия по борьбе с терроризмом и финансирование миротворцев ООН, которое Вашингтон урезает. Что касается Путина, то СНН выяснила, Штаты предполагали обсудить лишь два вопроса – ситуацию в Сирии и Украину. Поэтому планы Трампа поставлять газ в Европу могут стать серьезным способом давления при поиске решения в обоих конфликтах. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.